Я привязываюсь к Костровскому. Я вам скажу, что на него грязи вылили официальная критика и официальные театральные деятели очень много. Я даже не ожидала. Я просто, готовясь к лекциям, стала перечитывать его переписку. Ну, поскольку у меня полное собрание сочинений, там, естественно, целый тон, если не больше, его писем. Его очень много обижали. Мне кажется, что, ну ладно, у нас много прозаиков великих в это время было. В старой поле XIX века. У нас, ну, невероятное количество поэтов, и хороших, и средних, и блистательных, то есть тоже. Но не скажу, что драматургия у нас была такая совершенно выдающаяся. Вот у меня есть сборник драматурги «Современники Островского». Это в советское время, издано в 80-е годы. И я прочитала, с трудом скажу, продираясь сквозь эти тексты. Потому что, конечно, по сравнению с Островским, все это весьма-весьма слабо. Ну, поскольку у нас здесь не курсы обучения, так сказать, создания драматического произведения, то я просто хочу сказать, что в литературе считается главным создание характера. Ну, вот почему-то так, что литература – это создать характер. Такое произведение считается великим. Ну, вот, кстати, наверняка вы много раз были недовольны экранизациями. Ну, практически всегда. Как только осуществляется какая-то экранизация известного или классического, или любимого произведения, то все ужасно недовольны. И часто бывает так, что какая-то слабенькая вещичка, пьеска, там, рассказ, повесть, попавшая в руки к хорошему режиссёру, что не такая уж редкость, и к хорошим актёрам, что вообще у нас не редкость. У нас прекрасная актёрская школа и в Советском Союзе, и в России. Ну, я имею в виду и зарубежные экранизации, что мы видим, что это слабенькое произведение превосходно выглядит на экране. Почему? Ответ очень простой. Чем талантливее писатель, тем мощнее он создаёт галерею образов. То есть, читая, например, ну, хоть Диккенса, про которого один из его биографов сказал, ну, современных биографов, что жаль, что он не дожил до кино, до кинематографа, Голливуд лежал бы у его ног. Потому что Диккенс писал в газетах, то есть писал свои произведения ежедневными выпусками. Еженедельными, ежедневными, ежемесячными, то есть периодические издания. И он часто вообще не помнил, у него же компьютера не было, что там в предыдущей части было. Он часто уходил от генеральной линии своего творения. То есть терял нить логики повествования. Но характеры он создавал настолько мощные, что иногда они сильнее, чем люди, которых вы знаете. То есть вы можете забыть какие-то определенные характеристики своих соседей или сослуживцев. Но вот если вы любите какого-то крупного писателя, типа Диккенса или Достоевского, или Толстого, то вот они все его персонажи. Они встали рядом, если вы о ней вспоминаете. Вот они все, стоят во объеме. Вот что такое великий мастер. Когда такое произведение экранизируется, там уже накладывается отпечаток личности, во-первых, постановщика, а во-вторых, актера, который исполняет эту роль. Очень часто можно сказать, что героиня была красавица. Но ведь каждый себе воображает красавицу-то по-разному. И поэтому героиня, которая представлена красавицей в литературе, она может очень многим не понравиться в кинематографе. Ну и то же самое относится в меньшей степени к театру. Так, ну поскольку, в общем, начала я уже про драматурги эпохи Островского, я вам скажу, что помимо характера, и, естественно, сюжет, кстати, занимает последнее место в данной ситуации. Хотя в своей теории драмы, стихотворной, Лобби де Вега писал, что пьеса должна заканчиваться неожиданно, то есть конец должен поражать зрителя. Но это не всегда так. Тем не менее, многие драматурги этот прием использовали. Мы говорили о «Горячем сердце», что там практически такой квазидетективный сюжет. А, у Островского. Так вот, современники Островского, я вам скажу, что это скучно. Возможно, как сценическое произведение, эти пьесы, вот, например, мне понравилась такая пьеса «Жених из долгового отделения» она называется. Там все хотят шпагатую невесту, всякие развалившиеся дворяне, чиновники мелкие. Наверное, в постановке она смотрелась бы неплохо, но читается тяжело, потому что, конечно, не хватает такого искрометного, блестательного построения диалогов, как у Островского. Вот я сегодняшнему дню, у нас тема комедия о театре, то есть Островский и, собственно, тема театра в его драматургии. Островский никаких проходных реплик в своей пьесе ни в одной не использовал. То есть его читаешь, невозможно ничего выбросить. Причем пьесы были очень, некоторые длинные, вот «Лес» была очень длинная пьеса. Были пьесы, которые занимали на сцене, на сценическое время, это же не только текст читают актеры, они там какие-то паузы делают, они ходят, они чай пьют, то есть изображают жизнь на сцене, что удлиняет действие. И некоторые пьесы длились 4-4,5 часа. И, конечно, постановщики говорят, да, невозможно. Ну вот мы будем говорить о Восточном театре, там пьеса может длиться 5-6 часов, а иногда и больше, а то и несколько вечеров. И вот они приходят. Вот «Восточное терпение», мы к этому не привыкли, у нас все немножко иначе. Но вот классическая драматургия Китая и Японии, она вот располагает к такому времяпрепровождению. Что касается наших постановок, то Костровскому часто обращались с тем, чтобы он сокращал пьесы. Я представляю, как ему это было трудно. Поэтому он предпочитал свои пьесы публиковать. Я говорила, что он сотрудничал с «Современником», с отечественными записками. И я читала письмо, которое писал ему сам Салтыков-Щедрин, Михаил Графович, наш великий, величайший из великих. И писал просто слезно умоляя новую пьесу отдать ему в журнал. Хотя, как он с горькой иронией писал Островскому, журнал наш нынче считается неблагонадежным, в особенности же я. И Островский старался никогда его не подводить. То есть для тиража журнала русская интеллигенция всегда ждала эти журналы. Вообще традиция наших литературных журналов. Сами знаете, насколько серьезное влияние на формирование собственной интеллигенции эта традиция имела. И Островский предпочитал публиковать свои пьесы. И нисколько это не считалось, как сейчас говорят, спойлером. То есть раскрытием заранее каких-то тайн и каких-то секретов создателя литературного произведения. Спокойно все это читали. И вот к чему я это говорю, что Островский очень был востребован любительскими театрами. А в России именно в это время было очень много любительских театров. Собиралась интеллигенция. У нас же нет культуры светской жизни в нашей стране. Потому что страна была очень долго крестьянской. Практически до революции 1917 года страна была крестьянской. Кто бы что ни говорил, больше 80% населения составляли крестьяне, люди земли. И те, кто отошел уже от этого, то есть такие полуразорившиеся, может быть, дворяне, да и не очень бедные даже. Но особенно чиновники, мещане, то, что нас называют разночинцы и такое уже более образованное купечество. То есть люди, которые уже, скажем, у них деды и прадеды были еще крепостными, а сами они уже свободные люди и разбогатевшие, заведшие себе дома, образованные в жон и прочее. То есть такие люди имели очень мало возможностей для светской жизни. У нас светская жизнь была на самом верху, то есть у тех, у кого были дворцы. А такие люди очень любили именно, вот стали популярны у нас такие домашние спектакли, кружки театральные, любительские театры. И эти любительские театры иногда работали на очень высоком уровне. Вот они-то и ждали вот этих вот журналов с новыми пьесами Островского. Так, сейчас я посмотрю тут в своей записке. Ну, так сказать, пользуясь своим единоличным правом лектора, я выбрала три пьесы, которые я люблю. Может быть, вам нравятся другие, но я всегда предлагаю, пожалуйста, то есть вы можете сказать, что бы вы хотели обсудить. А я выбрала три пьесы, все они написаны в разное время, причем самую раннюю пьесу я бы хотела рассмотреть последнюю. Это пьеса 871 года «Лес». И две пьесы написаны позднее, незадолго до смерти уже Островского. Значит, «Таланты и поклонники» это 1881-1882 год и «Без вины виноваты» 1884. Откуда мы знаем точную датировку? Дело в том, что в Российской империи, ну, как позднее в Советском Союзе, была цензура. И на произведениях, которые допускались в театральный комитет, ставился штамм с датой, то есть цензурованно. Как сказал герой одной пьесы, у Островского же мы будем сегодня о ней говорить, актер, когда ему грозят тюрьмой и заключением, он говорит, хлопает по своему репертуарному сборнику и говорит, цензурованно, допущено к представлению. Вот. Почему я хочу говорить о лесе? Я считаю, лес одной из вершин русской драматургии, мировой драматургии. Тут мы можем смело это, так сказать, объединять, эти два понятия. И к лесу, у леса сложная судьба, пожалуй, одна из самых сложных судеб в пьесах Островского. Поэтому я хочу начать с пьесы «Таланты и поклонники» и «Без вины виноваты». Пьесы он свои называл комедиями, хотя мы должны сказать, что не во всем они совпадают с представлением о комедии. Но вот в начале нашего курса я рассказывала о том, что с древних времен пьесы-то делились всего на две категории. Трагедии – это там, где действовали боги и герои, а комедии – это там, где героями были все остальные. Поэтому любая пьеса, где не участвовали какие-то великие мира сего или даже не сего, такое произведение считалось комедией. И позднее возник термин «мещанская драма», очень популярный в XIX веке, в веке романтизма. Я бы не назвала пьесы Островского романтические. Вообще он, как великий автор, не был подвержен, мне кажется, введениям времени. Ну, как и всякий великий автор. Он был выше своего времени. И школу он не создал. Что касается его отношений с актерами, они были очень тесными. Конечно, не такими, как у Шельсфера, который был членом труппы. И, может быть, не такими, как у Кальдуния Лопе де Веге. Кстати, к де Веге несколько скептически Островский относился, считая его пьесы чрезмерно вычурными и малоправдоподобными. Ну, прочитала я такое у него мнение. Но, тем не менее, Лопе де Веге тоже был до наших дней. Если бы они были уж совсем малоправдоподобными, то вряд ли бы это произошло, как произошло с пьесами многих его современников. Так вот, пьесы Островского упрягали именно в том, что он очень хорошо знает купеческую жизнь, и не надо ему выходить за пределы того знания, которое является его сильной стороной. Он очень хорошо изображал всех этих тит-титычей. Собственно, его персонажа одного так и звали по имени которого и стали называть московское купечество, такое непрогрессивное, отсталое, тяготеющее к древним каким-то домостроевским законам и вообще оказавшееся случайно в XIX веке, в веке таком просвещении России. Он дружил со многими актёрами, со многими великими актёрами, и две жены его были актрисами, как мы знаем уже из его биографии, первая и третья. Значит, что касается актёров, он даже использовал в своих пьесах некоторые байки из актёрской жизни, и, к сожалению, иногда дружба играла скверную роль с постановками. Понимаете, нельзя мешать делу и дружбу. Это старая истина. Вот иногда из-за таких вещей происходили провалы пьес, когда друг играл роль, которую он просил у Островского, и которая ему совершенно не подходила. «Таланты и поклонники». Пьеса о театре. Пьеса, принятая публикой довольно прохладно, а критикой в штыки. Я вот что могу сказать. Была экранизация в советское время, к сожалению, я не удосужилась найти, но если захотите, то вы найдёте. Это где-то, я думаю, годы 70-80-е, старый фильм. Фильм очень хороший. Снят он при восходе. Значит, за эту пьесу брался Островский несколько раз. По его запискам «Сохранились черновики». Он менял название. Несколько раз он называл её то «Мечтатели», потом «Фантазёры», потом «Снова мечтатели». Что я могу сказать о персонажах этой пьесы? Это судьба актрисы. Причём никакого вывода морализаторского Островский не делает, что возмутил атлетику. Он ввёл туда персонаж студента Петю, жениха актрисы Негиной, который читает длинные монологи воспитательного характера, типичные для России второй половины XIX века. То есть это такие люди, которые сначала были просветителями крестьянства и вообще русского народа, потом народовольцами, потом «Чёрный передел» и потом эссары и большевики. То есть путь таких людей совершенно очевиден. Ну, Островский и современная ему публика об этом знать, естественно, не могли. Больше всего прогрессивная русская критика хвалила именно этот образ, образ Пети. Он очень им понравился. Современной публике я не могу представить, чтобы он понравился. В фильме он выглядит блекловато, этот персонаж. Хотя актёры, как всегда, превосходные советские. Извините, пожалуйста, вот это «Вишневый сад». Там тоже Петя Трофимов, студент, «Вечный студент». Дело в том, что «Вишневый сад» — это переписка пьесы «Лес». Вот. Не таланты поклонники. Вообще Чехов очень многое взял в Островском. Но мы сейчас не будем Чехова обсуждать пока. Просто совпадение. Да. Дело в том, что Островский описывает, видимо, совершенно реальную ситуацию, возникающую в театрах. Когда молодая, очень талантливая актриса не имеет ни денег, ни поддержки. Что имеется в виду поддержки? Поддержка — это богатый меценал. А вот другая актриса из театра, Смельская, у неё есть такой, может быть, не один поклонник. А эта девушка, она живёт искусством. Она хочет, живёт она вдвоём с маменькой. Там, конечно, совершенно прелестная роль Думына Пантелевна, которую играли великие актрисы русские и советские. Такая возрастная роль. А женщина очень приятная, но совсем, как говорится, недалеко ушедшая в своём воспитании и небольшом образовании. То есть она никак не может быть наставницей своей дочери. Она гордится своей Саше и говорит, Сашенька, решай сама. А Саша молода, и она прекрасно понимает, что она просто останется незамеченной. Она не реализует свой талант. А каждый талантливый человек превосходно отдаёт себя отчёт в том, что Бог его одарил этим талантом. У него, конечно, бывают сомнения и какие-то личные переживания относительно своей роли в жизни. Но всё-таки человек одарённый, талантливый, он всегда знает, что талант этот у него есть. Там существует несколько таких актёрских персонажей. Ну вот, Александра Николаевна Негина, молодая актриса провинциального театра. Дом на Пантелевна мать её. Князь Ираклис Тротоныч Дулепов. Важный барин старого типа, пожилой человек. Это вот такой покровитель актрис. Григорий Антонович Байкин. Губернский чиновник на видном месте лет 30. Ну, это тоже, видимо, такой частый типаж, посещающий спектакли. Человек, считающий, конечно, всех актрис, женщинами легко доступным. Иван Семёнович Великатов. Вот об этом человеке мне бы хотелось поговорить поподробнее. Это такой образ, который больше, мне кажется, не встречается в узкой литературе. Очень большой помещик, владелец отлично устроенных имений и заводов. Отставной кавалерист, человек практического ума. Ведёт себя скромно и сдержанно. Постоянно имеет дела с купцами и, видимо, старается подражать их тону и манерам средних лет. Ну, вот Пётр Егорыч, молодой человек, кончивший курс в университете, ожидающий учительского места. Место он этого ожидает, чтобы жениться на Негиной. Но как он себе это представляет? Она не видит своей жизни без театра. А что такое учительское место? Это, естественно, очень небольшие деньги. Нина Васильевна Смельская. Это тоже актриса постарше Негиной. И Мартын Прокофьевич Нароков. Режиссёр Гутафор. Это человек, который не может быть без театра. Он разорился на театре и работает там эссуфлёром. И он такой вечный обожатель Негиной, потому что он чувствует в ней великий талант. Ну, Негина готовится к бенефису. Она довольно резко говорит с человеком значительным и богатым, который обещает ей всяческую поддержку. Ну, не только под влиянием этого своего жениха Пети, но и вообще у неё такой характер. Довольно гордая девушка. И он хочет обрушить ей бенефис. То есть, что такое бенефис? Это когда спектакль играет в пользу актёра. То есть, все билеты выкупаются в её пользу. А они, конечно, в долгах, потому что и одежда нужна актрисе. И за квартиру им с маменькой платить надо, и поддержки никакой. Ну, ещё там замечательная пара трагик с Кубчиком Васей, который везде за ним ходит. Ну, и поет этого трагика. Вот. Кубчика Васю играл очень много великих комедийных актёров. И знаменитая фраза, которая вошла в поговорки, когда вечно пьяный трагик сидит в буфете и кричит «Где мой Вася? Где мой Вася?». Ну, сейчас бы сказали «Где мой кошелёк?». Энтерпенёр принимает сторону богатого человека, поскольку от него зависит. И поскольку у Нигиной заканчивается контракт, то он соглашается не продлевать этот контракт, зная, что на неё ходит в основном галёвка. То есть, посетители райка – это студенты. Вообще люди не богатые, а те, кто занимает первые кресла и платит самые дорогие деньги за билеты, те, конечно, предпочитают «Вадевили», а она-то играет в пьесах серьёзных. Там упоминается пьеса популярного в те времена, одного немецкого драматурга, ныне забытого. Короче, Великатов, видимо, сразу оценивает масштаб таланта. Этого нет напрямую в пьесе, но мы понимаем. Вообще, видимо, сначала он катает на лошадях смельскую, но держится очень отстранённо, очень сдержанно и очень, как бы сейчас сказали, так по-джентльменски, что вообще большая редкость у русских купцов и капиталистов. То есть я говорю, что человек – это по поведению несколько необычный для характера такого плана, то есть человека, занимающего такое положение. Это, во-первых. Во-вторых, человек – это страшно, по-настоящему страшно. Я считаю, что Островский даже побоялся полностью более детально выписать этот характер, он дал его крупными мазками. И актёр, которого я видела в этой роли, он его играл очень сдержанным, очень внимательным к этим вот небогатым людям, которые очень унижены своей нищетой и жизнью. Но, тем не менее, свою роль в жизни он понимает и цену себе он знает. И всё его поведение на протяжении пьесы – это, в общем, загадка. То есть мы не знаем, что думает этот человек в действительности. Мы узнаём это только в самом конце. Он постоянно присутствует на всех этих углотеатральных сборищах, попадает в дом Кнегиным, очаровывает Думну Пантелевну. А это непросто, я вам скажу. Она очень насторожён, так как держится настороже, имея дочь актрису. Вот он начинает рассказывать, он быстро находит тему, которая её интересует. Вот она держит кур, у неё там птица, она вообще говорит, что сама не своя до птиц, очень любит домашнюю птицу. И он начинает, он разбирается в этом, начинает ей рассказывать о своих кохинхинских курочках, которых у него много в поместье. И она говорит, ну где уж нам держать кохинхинах, это дорогая порода. У неё попроще, конечно. Вот я кусочек, если возможно, прочитаю тут по поводу... Значит, Думна Пантелевна, значит, всё заведение вполне как следует быть у хорошего помещика. Всё вполне Думна Пантелевна. Коли скучно, выйдешь на крыльцо, индейские петухи по двору ходят, все белые. Белые. Ах, скажите, пожалуйста. Закричишь им «Здорово, ребята!» Они тебе отвечают «Здравия желаем, ваше благородие!» Приучены? Приучены. Ну и утешаешься. По крышам, по заборам павлины сидят. Хвосты-то на солнце так и играют. И павлины «Ах, бабюшки мои!» Ну, то есть, вот этот бастион маму он сразу очаровал. Она уже никаких подвохов с этой стороны не ждёт. Снегина ему сложнее. К тому же там Петя. Вот он ведёт себя с Петей очень умно. Он умнее этого Пети, конечно, в десятки тысяч раз. Опытнее. И все эти резонёрские монологи Петины по поводу того, как надо жить. Вот что он поедет, будет учить детей, там, христианских и прочее. Вот что она при нём будет делать, это когда он будет учить христианских детей, это на медные деньги. Реликатов ни разу не оскорбляет Петю, в отличие от всех остальных, вот этих околотеатральных деятелей, которые над ним в открытую потешаются. Оскорбляют его как могут. Тем не менее, последний монолог Островский отдаёт именно Пете. Он даёт, возможно, Снегиной подумать, рисует ей, так сказать, особенности жизни с Петей, и ту жизнь, которую даст он ей. Жениться он не собирается. Он собирается, в общем, сделать её актрисой своего театра, большого театра. То есть он хочет создать, собственно, он увлекается театром, он богатый, может себе это позволить, и считает, что её талант вполне достаточен, чтобы стать примой огромного, серьёзного театра. То есть он не хочет просто хорошенькую какую-то пустышку, которую он поставит на сцену. Нет, он не глупый человек. Ему нужна великая актриса, которая будет звездой этого театра, которая прославит этот театр. Ну, конечно, она ему нравится. Причём до самого последнего момента никто не знает, что... Все знают, что Снегиной не продлили контракт, что она уезжает. Но никто не знает, что уезжает она с Великатовой. Это выясняется в последней сцене. Ну, и там, конечно, очень много интересных всяких моментов по поводу бенефиса. Когда Великатов выкупает этот провальный бенефис, и все начинают метаться. Ну, сначала там продано 10 билетов, что ли, на этот спектакль. И тут Великатов говорит, я покупаю бенефис. И спрашивает у Трагика с Васей, когда у вас самые лучшие были сборы? 350 рублей. Ну, по тем временам это огромные деньги, я вам скажу. 350 рублей, когда на полкопейки пообидать можно было в тракте. И Великатов говорит, дай мне 350 рублей. Он не разорится. И тут его Вася, который понимает, что он-то все-таки купец, что не так-то тут все просто. Он накидывает полтинник, говорит, 400. Ну, Великатов будет с Васей там бороться с каким-то. Что ему Вася? Он говорит, даю 500. И все умолкают. Это знаете, как оставил Бендер на аукционе, только при деньгах. Потому что у Бендера-то ничего не было. И уже тут князенька-то, который хотел утопить Нигину за то, что она много о себе понимает, говорит, да какой же дурак будет по 10 рублей билет это покупать? А Вася поговорит, да вот в партере-то в первых креслах одно место и осталось. И князенька говорит, так оставьте его за мной. Вот так. И я помню эту шикарную сцену в фильме. Фильм очень рекомендую посмотреть. Вот так он называется, «Таланты поклонники». Играла там актриса, которая очень как-то быстро взлетела. И как-то, по-моему, она очень была модной. И потом как-то быстро ушла. Ну, я сейчас не буду на этом задерживаться, потому что у меня у нас не так много. Просто о боксерах я современных не хочу говорить. Я скажу просто, кто играл у Островского. Ну, в общем, заканчивается тем, что усаживают с узлами маменьку Домну Пантелевну, со шляпными картонками Нигину. Отдельный семейный вагон цепляют к поезду. Россия путешествует на поездах. И туда заходит якобы там что-то еще. Ну, там помогает, раскладывает. Ну, там не только, там и Бакин, там и Дульевов, там и Бетя крутится этот, который, в общем, они уже простились. Он ее простил. Все, наверное, сказали, что, конечно, жизнь учительской жены в деревне и в маленьком городке ее не устраивает, что она хочет попробовать себя на сцене на большой. И она этого достойна. И когда поезд-то уже трогается, все эти купчины-то кричат ему, велика-то вот, что я ему кричу, выходите, а то вас увезут. А он говорит, да пусть и везут, я нисколько не обижусь. До свидания, господа. А в пьесе это в пьесе. А в фильме-то он из двери поезда говорит этой сей на платформе Шушере. До свидания, господа. И они разину и арты остаются, а поезд отходят. Он еще перед этим говорит, без меня не уедут. Еще бы, семейный вагон. Вот там вся купеческая публика говорит, да откуда у них деньги на семейный вагон? Это ж не дешево. А мы-то желаем счастливого пути госпожи Негиной. Да что же счастливее, если б я знал это, а души бы пожелал великатовую голову сломить. А ведь бывает же, князь, что иногда стрелочник пьянно бьется. Вот теперь встречный поезд проходит вдруг на разъезде и трах. Вот как они его полюбили. Да, не волнуйтесь, такие люди, как великатов, не погибают. Они невредимые огонь и воду проходят. Ну и вот они опять начинают топтать этого бедного Бетю. И он произносит окончательный монолог, который, естественно, вся демократическая критика России приняла на ура. Который сейчас смотрится несколько странно, поскольку мы знаем судьбу этих молодых людей. Которые вот в начале 80-х годов 19 века такие слова говорили. Давайте бороться, вы свое делайте, а я буду свое. Посмотрим, кто скорее устанет. Он говорит им, что я просвещаю, а вы развращаете. Вы скорее бросите свое занятие в легкомыслии немного привлекательного. Придете в солидный возраст, совесть зазрит. Бывают, конечно, и такие счастливые натуры, что до глубокой старости сохраняют способность с удивительной легкостью перелетать цветка на цветок. Но это исключение. Я же свое дело буду делать до конца. А если и перестану учить, перестану верить в возможность улучшать людей, или малодушно погружусь в бездействие и махну рукой на все, тогда покупайте мне пистолет. Спасибо скажу. Вася кричит шампанского, и трагик заканчивает комедию полдюжины. Но постоянно у него трагики, конечно, в сильном подпитии. Так, значит, что я могу сказать, что в основном главные роли в спектаклях Островского, современных ему, писались они для... В Москве играла Ермолова, ну, большинство слышало эту фамилию, в Петербурге Сарина. Ну, это величайшие русские актрисы. Значит, в Москве обычно бывал аншлаг. Ну, Островский считался московским писателем, описателем купеческого быта. Когда он брался за какие-то другие темы, то журналисты всегда его пытались ущипнуть, что лучше бы он вернулся к тому, с чего начинал. Критики писали, что это отдельная сцена из жизни, что пьеса не представляет собой единое целое. Абсолютно неправда. Композиционно пьеса составлена очень хорошо. Почему она экранизируется хорошо? Ну, возможно, по тем временам требовалась более жесткая сюжетная линия, которая была в мелодраме «Без вины виноваты», которая тоже названа комедией, хотя, конечно, это типичная мелодрама, даже не вещанская драма. Это мелодрама. Я должна сказать, что Островский для своих друзей-актеров очень много переводил и делал обработок известных европейских авторов. Ну, я говорила, что он переводил для бенефиса украшения стративы Шекспира. Он переводил кофейню Гальдони. Правда, сказал, что не считает, что эта пьеса годится для театральной постановки. Она очень такая разговорная. Я думаю, что нет, Гальдони всегда годится для постановки. Их характеры там блистательные. Он переводил Мигеля Сервантеса де Саведро. То есть, считая его гораздо выше драматургом, чем Лопе де Вега. Тут можно поспорить, потому что Сервантес все-таки прежде всего был не драматургом, а праздником. И переводил он модные пьесы, итальянские и французские, для бенефисов своих друзей. Я вот почитала эти пьесы, я вам о них рассказывала. Итало Франкель, Великий банкир, потом Враг общества, по-моему. Ну, как вам сказать, там яркие, конечно, образы, но пьесы эти забытые, об авторах этих никто не понял. Кстати, что самая обидная критика вся эта, ничтожная, современная Островскому, многие под псевдонимами, даже они не рисковали своими фамилиями подписываться. Писали, упоминали там фамилии драматургов, которых сейчас вообще никто не помнит, естественно. Не то, что за рубежом, в России о них никто не знает уже. И говорили, что вот господину Островскому не ходу бы поучиться у такого-то и такого-то. Ну, я вам сразу скажу, что учиться-то ему не было нечему, да и им у него. Вот талант Бог не дал. Вот, поэтому он, бедный, в одном письме писал, что после окончания спектакля весь зал встал, когда я вышел. Часто вызывали драматурга на овации. Он выходил в конце пьесы. И он был, видимо, настолько убит вот этими всеми негативными отзывами в прессе, что он сказал, что ни один современный, мне кажется, писатель не был встречен с таким восторгом. То есть он вышел из зал огромного театра, весь встал. Но это было позднее немножко. Значит, по поводу «Безвенериноватый» я вам говорила вот про этот фильм. Как он? Анна, называйте, они придумали дурацкое название. Сменили имя героини, зачем-то я не знаю. Она отрадена, а псевдоним у неё Елена Кручинина. Она берёт имя и фамилию своей матери, потому что, в общем-то, она такая опозоренная девушка. И, уйдя на сцену, она берёт псевдоним. Не смотрели, да, Анна. Я говорила, что вот с «Казарновской» фильмом там сделали героиню оперной дивой знаменитой, великой. Но это в современности. Вот пьеса легла отлично на современный материал, в костюмах современных. Немножко чрезмерное количество там оперных арек, поскольку автор Биллбург, он известный режиссёр бенефисов и вообще музыкальных каких-то фильмов и телефильмов. Поэтому он, конечно, постарался, чтобы «Казарновская» блеснула своим исполнением. Ну, у неё там у героини и охранник-негр, и секретарь-американка, которую играет Юлия Рудберг, превосходно, как всегда. Значит, её мнимого сына играет Павел Деревянко, тоже из молодых актёров, блестательный совершенно актёр. «Казарновская» прекрасна, но я считаю, что про упрощён немного сюжет. Там виноваты не люди во всём, что произошло во всей этой трагедии Григория Незнамова, которого тоже почему-то обозвали там совершенно по-другому. Он там Коля Николай. Там виновата страна, там виноват советский режим. Потому что героиня, которую учит старый, видимо, оперный певец, она участвует в каких-то комсомольских ансамблях, там и едет на фестиваль молодёжи в Париж. Это где-то начало 80-х годов. У неё маленький ребёнок, вот этот вот Коленька, двух лет-трёх. Живёт она с ним в общежитии, ну, в жутких, естественно, условиях. В общежитии какого-то то ли техникума, то ли завода, там что-то ужасное. А парень у неё пропал. Мы-то потом понимаем, что он был послан в Афганистан. Просто он даже не имел права ей написать, где он. Они же не должны были сообщать родственникам. А тем более она неофициальная жена, он и про ребёнка-то не знал. Ни молодые, там по 18-19. И когда ей делают предложение в Париж, она говорит, что там вот эта нищая девчонка, она обалдевает, когда ей предлагают петь в русском ресторане. И она всё бросает, она наивная. И она просит подругу выслать ей сына. Она документы все оформила, нет, ей помогли. Там русская диаспора в Париже, иммигранты. Чтобы ей отправили сына. А ей пишет этот самый ужасный там директор общежития, что умер твой этот самый Колька. И, в общем, никому ты тут шлюха не нужна. Да. Но поскольку у неё действительно гениальный талант, как и у Кручинины в пьесе, только там она не певица-актриса, она становится великой актрисой. Это в пьесе, в фильме она становится знаменитой оперной дивой. Ну, то есть, да, уходит она из этого ресторана. Ну, видим, там зарабатывает какие-то деньги, обучается. И вот мы видим её через 20 лет уже такой всемирной знаменитостью, которая приезжает на несколько концертов в Москву, уже в Россию, не в Советский Союз, где-то в начале уртычных. И хочет, ну, её уговаривает тут в пьесе «Купец». Вот видите, как пьеса ложится на нашу жизнь. А там какой-то местный предприниматель богатый, и он же там и связан, как у нас всегда, с губернатором этой области, куда относится этот волжский городишко. А Островский очень любил называть там город Брехимов, город Калинов. Этих городов нет, но это волжские города, который он приезжал, когда была организована поездка русских писателей. Вот ему волка досталась. Я рассказывала об этом, когда он городок писал, а потом «Горячее сердце», тоже по этим же материалам. И приезжает она туда, так же, как и в пьесе, просит показать могилу сына. А могилы-то нет. И начинается, значит... Она понимает, что ее обманули, но в фильме-то, что ее обманули негодяи, значит, советские функционеры, которые ее как предательницу Родины считали. А в пьесе-то там ее обманул этот ее подлец любимый, с которым она жила не венчаная, от которого родила ребенка, и который женился на ее богатой подруге. Это, кстати, тоже есть еще одна экранизация, такая совершенно в костюмах Островского. То есть классическая экранизация, где подружка-то к ней прибегает, она же не знает, с кем она живет. Там он совсем другую жизнь ведет. И говорит, что замуж выходит. Вот. И говорит за кого? За Мурова. А она-то бедная, отродина, она мечтала за него замуж выйти. И там, значит, у нее ребенок заболевает, и у самой у нее горячка. А нянька-то пьяница, которую она ребенка отдала, пока болела. И нянька-то ей и говорит, что ребеночек умер. А ребеночек-то не умер. Итак, значит, у нас Любовь Ивановна Отрадина, девица благородного происхождения. Вот Таисия Ильинишина Шиламина, девица-таварка Отрадина. Таварка. Подруга, вот эта, на которой женится, Григорий Львович Муром. Вот она и сына-то называет, в его честь. Сын-то тоже зовут Гриша. Вот. Ну и вот Арина Галчиха, вот эта самая мещанка, которая берет на воспитание детей. Ну, как всегда, обычное незаконное происхождение, которым родители не могут заниматься. Это одна из немногих пьесного времени, когда между действиями, между прологом и действием проходит 20 лет. Ну, около 20 лет. То есть, мы уже встречаем в продолжении, когда уже Кручилина приезжает знаменитой актрисой в город своей юности. Под другой именем, под другой фамилией. Ее уже никто не знает и не узнает. Приводит ее, значит, этот самый Дудукин и рассказывает о городе. Очень хорошо рассказывает, куда она приезжает. Заедет трупа, например, хоть в наш город, увеселять людей, ровно ничего не делающих, ничем не интересующихся и ничего не желающих. И сядут, как раки на мели. Обыватели у нас, большей частью, люди солидные, тяжеловесные, богатые, благотворительные, степенные и даже первостепенные. Кручилина. Чего же еще? Дудукин. Но относительно нравов и умственного развития находятся еще в самом первобытном невежестве и о существовании драматического искусства имеют представления самые смутные. А ведь артисты народ не обеспечен. По-европейски сказать пролетарии, а по-нашему по-русски птицы небесные. Где посыпаны крупки, там и клюют, а где нет, голодают. Как же к ним не иметь сожаления? Ну, у губернатора изволили быть? Да, благодарить его ездила. Вчера во время спектакля в театральном буфете вышел скандал, в котором обвиняют артиста незнамого. Антрепренер прибежал ко мне в уборную встревоженный, объявил, что незнамому грозит беда, что он держится в трупе только вследствие снисходительности губернатора, который уже и прежде обещал выслать его из города, если он будет производить скандалы, так как это случалось с ним не раз. Да и паспорт у него не в исправности. После спектакля губернатор пришел на сцену, тут я и просила за незнамого. Он сказал, что незнамого следовало бы проучить, но что для меня он готов оставить это дело без внимания, если оно кончится миром. То есть, она заступила из-за незнакомого молодого человека. Вот этого самого молодого пьяничного незнамого. обратите внимание на то, что паспорт у него не в порядке. По поводу паспортов мы еще будем читать в лесе. Дело в том, что паспорта эти, это, конечно, наследие крепостного права. Потому что без документа вообще выехать никуда было нельзя в пределах собственной страны. И очень у многих не было паспортов. Если вы помните, фильм такой был популярный, «Знахарь». Да. Фильм о польске, Доленга Мастовича. Там человек теряет память и скитается без документов. И он крадет документы покойника, потому что без этого он вообще не может существовать в Российской империи. А в это время больше входило в Российскую империю. Значит, ну, по поводу сюжета, ну, сюжет, наверное, все знают, что в театре в этом работает этот самый молодой мальчик. Не знал. Расовый трудник. Да, да, да. В фильме старинный. В фильме старинный. Да, это старая экранизация. И вот, кроме Анны, новых я не нашла. У нас в театре это постоянно. Я не смотрю на нашем театре не ходила. Я говорю, что я редко хожу в театр. Значит, ну, роль Кручининой вообще была мечтой любой актрисы. Естественно, тут еще такой момент, что очень восторженно встречали театр в наших южных губерниях Российской империи. В частности, в Тифлисе, то есть, в Тбилиси, в Грузии. Ну, там всегда очень любят театр, и особенно великий театр. И когда туда приехал театр и сопровождал труппу Островский. И Островский был совершенно потрясен, потому что в Петербурге его встречали очень холодно. И даже в Москве ему иногда доставалось в разном это городе. И он совершенно вот в письмах он пишет, насколько он был потрясен горячим приемом невероятного хлебосольства вообще местной публики. И вот в фильме произведения «Безлины виноваты» вот эти отношения теплые публики и актеров он описывает. То есть, все-таки Тифлийские гастроли очень сильно повлияли именно на написание этой пьесы. Пьеса более эмоциональна, чем обычно пьеса Островского. Все-таки пьесы Островского они ну как у всякого гения мы не видим автора. То есть, чем более заметен автор, тем менее талантливое произведение. К сожалению, есть такое определение в литературе. Может быть, не всегда справедливое, некоторые гении специально себя выставляют, так сказать, главным героем своего повествования. Но в данном случае это не так. Кстати, восхищался этой пьесой. Почему еще Островский был невероятно популярен в Советском Союзе? Никто не смел оспорить мнение первого наркома просвещения Луначарского. Луначарский сам писал пьесы очень неплохие, должна вам сказать. Будет время, я вам почитаю его пьесы, поскольку он брал сюжет, который меня очень интересовал. Я сама пробовала свои силы на этом сюжете одного французского литературного произведения. Луначарский был в совершенно восторге от Островского и особенно обожал безвиноватые. Значит, играли, конечно, Ермолова, Савина, Вера Пашенна играла Кручинину, Алиса Коуниан, ну, знаменитая, ну и Наша Тарасова, тоже блистательная актриса. Но мне бы хотелось сказать особенно о человеке, который ее играл, это Пелагея Стрепетова. Это одна из величайших актрис русской сцены с очень необычной судьбой и вообще очень необычной актрисой. Если Савина и Ермолова это были такие грандамы, ну, с великолепной внешностью и такие с гордой повадкой, скажем так. Стрепетова была очень некрасивая, Стрепетова была толчиногая, у нее она была хромая, у нее одна нога была короче другой, и ей делали специальную обувь. У нее даже она была чуть, вроде как горбатенькая, у нее одно плечо было выше другого. Пробивалась она очень тяжело. Так вот, я вам скажу, это величайшая актриса русской сцены, о ней вообще можно отдельно разговаривать, полностью легче делать только о ней. Стрепетова очень любила пьеса Островского, она была знаменитой Екатериной в грозе. Собственно, я думаю, что судьба этого спектакля во многом обязана именно Стрепетовой, потому что она играла трагедию так, как, наверное, мы ее не видели, естественно, так, как описывают современники, это было что-то невероятное. Когда она умирала, вот писали критики, что на сцене умирала красавица, то есть вот эта женщина не просто некрасивая, а в общем молодливая, она умела играть так, что мы видели красавицу. Когда она умирала в роли Ларисы Гудаловы, то на сцене умирает красавица, беспредательница. Островский переписывался со Стрепетовой, Стрепетова просила его указаний, что бы он мог ей сказать по поводу образа Кручинина. И он ей написал, что я не дам вам никаких указаний, вы в них не нуждаетесь. Все, что вам дано, этого вполне достаточно для того, чтобы сыграть роль Елены Кручининой. Причем в своем дневнике даже в младчарке писал, что он был потрясен этой пьесой. Ну, я вам скажу, что без вины виноваты, конечно, да, с мелодраматическим сюжетом, но настоящий автор, он даже из мелодраммы сделает высокое искусство, хотя мелодрамма не считается высоким искусством. Вот мы будем в следующий раз говорить о русском водевиле. Я тут переискала несколько пьес одного из наших, я считаю, талантливых авторов советского театра, это Александр Вампилов. Так вот, у Вампилова практически все его пьесы основаны на водевилях. У него везде водевильный такой сюжет. Причем, я даже нашла его два, по-моему, никогда не ставившихся водевиля, «Воронья роща» и «Успех». Это одноактные пьесы абсолютно с водевилем, там даже муж-любовник под кроватью, все вот это, но тем не менее там Вампилов это серьезная пьеса, которая вызывает у зрителя или у читателя серьезные размышления о жизни после ее окончания. Водевиль, конечно, ничего подобного, никаких таких целей перед собой не ставит. Поэтому то, что Кручинина находит сына, это, конечно, совершенно невероятная мелодраматическая разгадка по медалью. Вот странно, как в пьесе она оставляет на нем золотой медалью с волосами и как на время его жуткой жизни, когда он там перебивается и пьет без конца и как этот золотой медалью у него сохраняется. В современной версии вот Фермиана там намного проще. Там она вешает ему на шею, шнурочек с камешком куриный бог. Уж такой-то никто у него не заберет. И он, это единственная вещь, которая у него осталась от матери и он сохраняет. И вот эта последняя сцена, когда он срывает этот медалью с груди, потому что ему наговорили, что она там своих детей везде по всем городам и песен наоставляла, незаконных везде побросала. И он поверил, потому что ему несколько человек об этом сказали, там целый заговор против Кручининой. Ну, вот эти вот интриги в театральном мире Островских очень хорошо знал и, конечно, и в талантах и поклонниках, и в безвиновиноватых прекрасно изобразил. И когда она с этим жутким криком кидается к нему и кричит «Гриша!» Ну, это знаменитый этот самый финальный прямо буквально крик, который разрывает душу и у актрисы, и у зрителей. Ну, по поводу безвиновиноватых, я должна сказать, что постоянно, да, в репертуаре в наших театрах современных, как и лес. Но лес стал популярен сто лет спустя. Его ставили, но значение этой пьесы всё-таки проявилось намного позже, чем она была написана. У леса ну, такая довольно сложная сценическая история. Значит, лес был написан раньше, «Таланты и поклонники» и «Безвины виноватые». Это пьеса 1771 года, 1871 года, и до сих пор спорят, кто, собственно, из знакомых актеров был прототипом счастливцев и несчастливцев. Называют огромное количество людей, потому что в переписке Островский состоял с очень многими актерами, дружил с очень многими, и даже провалом несколько раз был обязан тому, что настоял, вопреки мнению режиссера, постановщика, чтобы роль играл его друг, который просил эту роль, а друг-то с ней не справлялся, потому что друг – это одно, а талант – это другое. Рецензии на спектакль были сугубо отрицательные, опять упрекали его в слабой композиции, в том, что плохо монтируются сцены, хотя я считаю, что вот эта пьеса как раз очень логично, превосходно построена. Писали такие глупости, что пьеса не имеет никакой связи с жизнью, что у всех драматургов того времени пьеса гораздо лучше, что Островский совершенно исписался и пишет всякую ерунду. Оценили ее именно в любительских театрах. И я должна сказать, что в советское время за нее взялись, конечно, капитально. Ну, во-первых, эту пьесу очень любил Станиславский. Там было, что ставить. А в советское время Мейрхольд. Правда, он там ставил, конечно, я знаю, что там Буланова играла и Растгарин, знаменитые фотографии, где он там как издевались над Мейрхольдом, издевались в постановке «12 стульев» женитьбы. Ну, вот он так ставил лес, что у него Буланов там в каких-то диких одеяниях скачет чуть ли там не по стенам и по потолку. Ну и Растгарин был совершенно гениальный актер и, конечно, сыграл Буланова, я не сомневаюсь, блистательно, даже в таком странном отвлеченном виде. Я вам скажу, что въезда настолько современная, я видела ее в постановке, по-моему, это была мастерская Афоменко по культуре, я не помню, несколько лет назад, совершенно, не помню, кто играл, даже не помню, играл в Гурмышевскую, играла она фантастически. Ну, вот ее в конце нарядили полностью в туалеты Аллы Пугачевой, тоже любительницей гимназистов, видимо, она была в таком понче, в сапогах, в ботфортах, в белых, выше коленах. Ну, а Буланов, конечно, изображал весьма широко известного политического деятеля современного. То есть, человек собирался вовсю заняться политикой. Ну, это было и... Несомненно, что Гурмышская и Раневская это яблоки от одной яблони. То есть, они очень похожи. И вообще, пьеса «Вишневый сад», она, по моему мнению, очень вторична к лесу. Она и называется похожа. Но на мой вкус, так сказать, не знаю, простите меня, поклонники Чехова, я считаю, что уровень совершенно несопоставимый. Я не знаю, что будет через сто лет, но мне кажется, что пьесу «Лес» можно будет ставить даже в космосе и вообще в любых абсолютно декорациях и категориях. Сюжет тоже очень такой стандартный, ничего там особенного нет. То есть, помещица богатая вырубает лес, продает, но молодого любовника деньги нужны. Ну, то же самое, что в Вишневом саде, как раньше говорили. У нее есть несчастная воспитанница, племянница, которая живет дома на положении золушки такой. Но Островский не был бы Островским, у него нет таких вот блеклых женских образов. Да и актрисы, которых он любил, они бы и не могли сыграть такое. Она довольно дерзко себя ведет, несмотря на то, что она у нее в нахлебницах, у Гурмышской живет. И в фьесах это тоже подчеркивали, что она вовсе не позволяет собой помыкать, эта девочка, которая живет, конечно, в полном внедряжении. брат ее был услан в учение, причем денег на него Гурмышская совершенно не тратила, а ему она должна, потому что деньги тогда были достаться этим двум Гурмышским, то есть Геннадию и этой самой Аксюше. Ну, живет у нее там посланной приятельницей, этот самый мальчик Буланов, которого выгнали из гимназии, он такой гимназист-переросток, и приезжает к ней вот этот ее племянник Гурмышский, который поступил на сцену, чего она не знает, он там пишет всякие письма, что он в армии служит, что он пошел по военной линии, потому что он дворянин, и в театр пойти это, конечно, было не совсем то, что от него ждали. Тем не менее, он взял псевдоним для трагика Несчастливцев, вот, и знаменитая его встреча со знакомым комиком Саркашкой Счастливцевым, ну, одна из самых знаменитых ролей Игоря Ильинского, он же был постановщиком этого спектакля, он, кстати, есть в записи, часто его показывали в «Оккультуре», старый спектакль «Превосходный», где Ильинский, конечно, сыграл Счастливцева так, что я себе другого Счастливцева просто не представляю, это такие оба нищие веселые бродяги, которые знают, что умрут где-нибудь, спившись под забором, но тем не менее, вот, все, что есть, они тратят с шиком, люди благородные. А Гурмышская продает лес Кутцу Восьмибратову, сын которого, ну, такой тоже забитый Купчишкин сын, который влюблен в ее племянницу, но Гурмышская это делает вид, что хочет, ну, на каких правах она держит буланово дома? Естественно, она говорит, что хочет женить его на своей племяннице. В то же время страшно ревнует его к этой племяннице, а Восьмибратов-то, ну, что такое для нее сын купца, пусть даже богатого, все-таки они дворянники никакие, вот, а сын-то совсем, ну, никакой своей воли не имеет, вообще какой-то никакой, как очень часто бывают молодые люди в пьесах Островского, и требует за ней приданного Восьмибратов, а давать Гурмышская денег-то не хочет, конечно, вот Гурмышская говорит этой Аксюше Аксине, не сердись, моя милая, если за тобой будет самый строгий надзор, он хоть и твой жених, да зеленый виноград, жених, кому нужен такой жених, то есть, вот эта молодая девочка, она гораздо лучше Гурмышский понимает, что из себя представляет Буланов, ну, это выше твоего понятия, и не хорош, и не умен, вздор, ты глупа, а он и умен, и хорош, и образован, скажите, скажите, ты нарочно, ты не слепая, тебе только хочется меня раздразнить, да вам-то что же, как что, это мой выбор, мой вкус, не тебе чета, светские дамы увлекались, чести им не делают, то есть, Гурмышская, в общем, ну, глупее в этом отношении восприятие Буланова. Ну, есть свидетельство, что Островский использовал несколько биографических рассказов из жизни знакомых актеров. Просто монологи и несчастливцев и счастливцев, очень часто в этих монологах упоминаются фамилии действующих актеров, причем один из них даже играл эту роль и говорят, что прямо чуть не разрыдался на сцене, когда вот о нем там такие хорошие слова говорят. Значит, вот Аркашка рассказывает Геннадию. Шлялся я без дела месяца три, надоело, дайговую дяденьку навещу. Ну, пришелся. Долго меня в дом не пущали, все разные лица на крыльцо выглядывали, но они одеты того-ой-ой-ой. Там на них какие-то старые солдатские шинели, да опорки, да вообще все такое. Наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем? Навестить, говорю вас, дяденька? Значит, ты свои художества бросил? Бросил, говорю. Ну, что ж, говорит, вот тебе коморка, поживи у меня только прежде в бабю сходи. Стал я у них жить. Встают в четыре часа, обедают в десять, спать ложатся в восьмом часу, за обедом, за ужином водки пей сколько хочешь, после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Демьянович, точно вымерли. Дядя с утра пойдет в лавку, а дедка весь день чай пьет и вздыхает. Взглядит на меня, ахнет и промолвит. Бесчастный ты человек, душе своей ты погубитель. Ну, она же, знаешь, он в актерах служит. Только у нас и разговору. Не пора ли тебе душе своей погубитель ужинать? Дошел бы ты спать душе своей погубитель. Чего ж тебе лучше? Ну, это спрашивает Ничлица. А ну, точность, я быстро, быстро поправился и толстеть уже стал. Да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль. А не удавиться ли мне? Я, знаете ли, тряхнул головой, чтоб она вышла. Погоди, я немного опять та же мысль и вечером опять. Нет, вижу, дело плохо. Да ночью и бежал из окошка. Вот каково нашему брату у родных-то. Я бы и сам брать не пошел. Это он рассказывает Ничлицев, как он в гурмышке собирался. Да, признаться, тебе устал, да еще до Рыбинска с неделю пропутешествуешь, да и дело ты найдешь, я неизвестно. Вот если бы нам найти актрису драматическую, хорошую, он хочет свою трубку. То есть вот у него он герой, Аркашка комик, не хватает им в трупе молодой актрисы. Вот он захочет сестру свою забрать. Ну и большая разница в молодости, он, наверное, только старше. Но она все-таки предпочит замуж уйти. А деньги-то он выколотит. Фактически это деньги, которые по глупости уступила восьмибратову Гурмышская. Там это тысяча рублей, на которые он ее обсчитал. Она будет все время ходить туда-сюда. То есть восьмибратову отдаст ее Гурмышской, Гурмышская отдаст Буланову. У Буланова поддулок пистолета, конечно, я не знаю, Бутафорского. Отнимет несчастливцев, отдаст сестре приданное, чтобы она вышла замуж своего Васю. А тот отдает отцу, восьмибратову, и тысяча, таким образом, совершив полный круг, возвращается в купеческий карман. Значит, 15 лет братец не был, я ведь чуть не родился здесь детский, лето, невинные игры, голубять не знаешь ли, все это в памяти. Отчего же ей не принять меня? Она уже старушка, ну, это тетушка, Гурмышская. Ей по самому дамскому счету давно за 50 лет. Он бы на нее посмотрел. Я ее не забывал, посылал братец ей часто подарки. Из Карасу-базара посылал ей туфли татарские, мороженую нельму из Иркутска, бирюзы из Тифлиса, кирпичного чаю брат из Ирбита, балык из Новочеркасска, малахитовые четки из Екатеринбурга, да всего и не упомнишь. Конечно, лучше бы нам с тобой подъехать в кольцо в карете, дворня навстречу, а теперь пешком в рубище. Горд я, Аркадий, горд. Пойдем, и тебе угол будет. Куда же, Геннадий Демьянович, куда? Указывает на стол. Читай. Усадьба Пеньки, помещицы госпожи Гурмышской. Туда ведет меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ. Так же пьеса и закончится, когда так же голые, косые, бедные, они уйдут из Пеньков, помещицы Гурмышской, которая его выпроводит, когда узнает, что он актер, и бояться нечего. Тут разговоры о Ксюше с Петром это все неинтересно. Там еще интересная роль есть у Литы, ключница, которая за всеми подглядывает и подсматривает тоже очень эту роль. Брали некоторые актеристи, те же пожилые, характерные, на бенефисы. Вообще, Островского удачно брали на бенефисы, себе это продано. Вот особенно интересная, конечно, диалоги у Литы со счастливцем. Убегу я от вас, будьте вы прокляты. Но это он насмотрелся в доме Гурмышской и говорит у Литы, будьте вы прокляты. И сам себе говорит, там уже никого нет, у Литы от него убегает, он ее там все пугает, представляется он с Гонорелли, ну это из пьес Мольера, он что играет в прислугу в основном, как комики-то все прислуга. То есть, ты из иностранцев, что ли, будешь? Так, из иностранцев. Ну там вообще много такого. когда он... Там, когда к тетушке уходит несчастливцев, остается с Карпом Савельевич счастливцев. Ах, черт возьми, ушел, оставил с хамом. Вот уж он и с разговором лезет, это он про Карпа Савельевича. Вас как звать? С Гонорелли. Вы кто ж будете, иностранец, что ли? Иностранец буду. А вас как? Карп Савельевич? Не может быть. Верно. Да ведь Карп это рыба. То Карпия. Да что Карпия, что Карп все равно. Лучше бы вас с Сазаном Савельевичем звали. Ну как можно? Хотите чаю? Нет. Как нет? Так, нет. Так-таки совсем и не хотите. Совсем не хочу. Да почему ж так? Потому же. Это я не понимаю. Очень просто. А ну после купания-то, само собой, да только где взять? Да потрудитесь, окунь Савельевич. Да не окунь, а Карп. Мне что уклюдницу попросить? Попросите, да привезите нам в беседку. Уж постараюсь для вас. Постарайтесь на Лим Савельевич. Ну вот у него все-таки разговор. Ну в общем он собирается бежать оттуда, потому что надоели они ему все. У него с собой как бы библиотека. У него сундучок с драматическими произведениями. Книги-то были на вес золота. Это же не то, что сейчас в интернет залезаются все. А у него были книги. Ушел бы сейчас, да боюсь, по деревне с собак пропасть. Их и народ проклятой. Самим есть нечего, а собак развели. Да и лесам-то одному страшно. Придется в беседке переночевать. Надо ж туда идти, там библиотека, и наливка осталась. Наливку-то он припрятал, от Карпа Савельевича, который тут ему достал. А как сунешься? Он не спит еще, такой монолог прочитает. Пожалуй, вылетишь в окно не хуже Фидлера. Но это тоже история, как там трагик выкидывал злодея в окно и сильно его повредил. Но это сытная история, которая произошла в одном из театров. Пойду попрожу по селу, хоть гераркины все переломаю, все-таки легче. Ну, в общем, вот арган такой. Ну, там, значит, трагедия этой Петя с Аксюшей, все они там, я его Василий назвала, не вовремя. Так. Прости меня. Ну, в общем, она просит денег у брата, потому что она преданная. А он ей говорит, прости меня, прости, я беднее тебя. Я прошел пешком сотни верст, чтобы повидаться с родными. Я не берег у себя, а берег это платье, чтобы одеться приличнее, чтобы меня не выгнали. Ты меня считаешь человеком, благодарю тебя. Ты у меня просишь тысячи. Нет у меня их, сестра, сестра, тебе у меня денег просить. А ты мне не откажешь в пятачке медным, когда я постучусь под твоим окном и попрошу опохмелиться. Мне пятачок, пятачок, вот кто я. Горе, горе, еще обман моему сердцу. За что же я себя обидела? Как я глупая понадеялась. Разве я смею надеяться? Разве есть для меня надежда? Прощайте. Куда ж она? Она бежит, платок с себя. Она у берега. Нет, нет, сестра, тебе рано умирать. Ну, тут такие трагедийные истории. Убегает, а появляется Аркашка из беседки. Ну, убежал куда-то. Уж не топиться ли? Вот бы хорошо-то. Туда ему дорога. Зайду в беседку, соберу свою библиотеку и прощайте. Посижу в кустах до свету и марш. Деньги есть, слава богу. Занял такие. Удалось, наконец. Хороший это способ доставать деньги. Да все как-то мне несчастливый до сих пор. Такой уменительный народ стал. Ну, теперь доберусь до какого-нибудь театра. Ну, что ж, он должен был у нас, конечно. Ну, вообще, спасает ее несчастливцев. Ну, и там, значит, вся эта история с... Улита докладывает Гурмышской, что ее братец надул. Обманул. Он небарина актера. В родовую свою фамилию порушил. Теперь несчастливцев прозывается. И не только на театре они, а больше как будто все пьянством. И одежонка-то вся тут, что на нем, уж это я наподлинно знаю. И пришли сюда они пешком с котомочкой. Так он несчастливцев. Слыхала, слыхала. Ну, это еще лучше. И человек-то этот его тоже актер, только матушка, он из актеров-то самый каторжный. Как есть одних чертей представляет. Тем лучше, тем лучше. Как это все ловко для меня устроилось. Да чем же матушка-барыня хорошо, а тем, что завтра же утром их здесь не будет. У меня не гостиница и не трактир для таких господ. Истинно, матушка-барыня, пожелте ручку. Там вначале собирает она, я... Вначале-то там потрясающие гурмышки собирают своих соседей. Они в таком же стиле, как и на всяком мудреца довольно простоты. То есть, один, это пародия на российского либерала, всех демократа, а вторая на такого, как у нас сейчас говорят, государственника, то есть, человека, придерживаясь каких-то немыслимых правил, которые забыли уже в XIII веке. И она пишет завещание, что она, типа, помирать собралась, и они ей говорят, да нет, поживите еще, а она говорит, нет, нет, и не просите. Ну, то есть, вот до такого, там такой текст, потрясающий, конечно. Великолепная роль для хорошей афтерисы, и плохая сыграет текстовые вещи. А в конце, в пятом действии, она их приглашает свидетелями на свадьбу свою с гимназистом Булановым. И Милонов, фамилия-то какая, у нас, вот это, который всем демократ. Вы прекрасны, вы прекрасны, вы все молодеете. Ну, он только комплименты всем сыпет, он вообще такой болтун, стиль Манилова, вообще бессмертный, эти самые, русские образцы. А Бадает, второй, он такой, в стиль Собакевича. Ну, мы всегда прибегаем к Гоголю, потому что все мы вышли, конечно, из гоголевских типажей. Мне и нужно владеть, господа, я вас звала для подписания завещания, но обстоятельства несколько изменились. Я выхожу замуж. Рекомендую вам будущего моего мужа. Милонов, прекрасно, прекрасно, Бадаев, я так и ожидал. А они где-то ровесники? Под 60-й там, Гурмышская. Прошу покорить, еще садиться. Алексис, он Алексей. Ах, Раиса, позволь, я буду стоять после тебя. А он сразу, вот из приниженных этих беглых гимназистов с нищей матушкой. Она не зря его, Гурмышка-то послала, та любительница. Вот. Он уже все, хозяин барин. Гурмышская. Не брал ли он миру? Господа, я вижу, что в душе вы осуждаете меня. Прежде выслушайте, потом судите. Господа, у меня, правда, немного. Я была беззащитна и менее расстроена. Я думала поручить управление клемяннику. Брит, конечно. Но он меня поразил, поразил. Знаете, какую он карьеру набрал? Он актер провинциальный. Милонов. Ужас, ужас, ужас. Бадаев. Что такое? Буланов. А племянники? А Бадаевы глухой. Бадаев. Ах, ну не мое дело. И ведет жизнь самой беспорядочной. Он у меня, у меня. Вы можете его видеть. А ваша племянница? Я недовольна ее поведением. Что же мне оставалось делать? Я вас спрашиваю. При всем моем желании остаться навсегда вдовой и даже отказаться совсем от света я решилась пожертвовать собой. Я выхожу замуж, чтобы устроить имение, чтобы оно не досталось в дурные руки. Милонов. Это геройский подвиг. Вы героиня. Бадаев. Ну какая героиня? Просто блажит. Милонов. Давно было, давно. Гурмышев. Ах, Евгений Аполлонович, надо было найти человека. Это так трудно нынче, так трудно. Ведь это что за человек? Как бы вы знали? Ах, друг мой. Буланов. Раиса, ты меня конфузишь. Милонов, только смотрите Раиса Павловна, смотрите за ним хорошенько. Он так еще был. Ах, нет, он дал мне клятву, страшную клятву. Буланов. Господа, ну там он в последней постановке, конечно, он конкретного политического деятеля абсолютно пародирует. Там, ну совершенно, вот один в один с телевизора. Господа, поверьте, что я постараюсь быть достойным той чести, которую мне делает Раиса Павловна, избирая меня своим супругом. Что касается интересов Раиса Павловны, то, господа, в самом скором времени само дело будет говорить за меня. Вы увидите наше имение в цветущем положении. Милонов. Милонов, каков, каков, прекрасно, молодой человек, прекрасно. Гурмышнка, я же вам говорила, Бадаев, все врет, все промотает. Буланов, господа, хоть я и молод, но я еще очень близко к сердцу принимаю не только свои, но и общественные дела и желал бы служить обществу. Поверьте, что вы найдете во мне самого горячего защитника наших интересов и привилегий. Милонов, а мы вот жаловались, что людей-то нет, для новых учреждений нужны новые люди, а их нет. Вот они. Бадаев, что ж, пожалуй, пусть служат, мы неразборчивы. Буланов, ну, вот только года мои, я не понимаю, к чему эти стеснения, если я чувствую себя способным. Милонов, что ж, мы подождем годика два, а там его правую или другую почетную должность найдем. Гурмышнка, господа, кушать сегодня мы будем поздно, а теперь можно по бокалу шампанского. Карп, подай шампанского. Карп, слушаю, честь имею поздравить с удара. Милонов, откуда такой ум? Такая сила в молодом человеке. Гурмышская. Ах, он много страдал, бедный. Мать его была богатая женщина, и он с детства был приучен к книге, к раболевству прислуги и всех окружающих. Потом они обеднели, и он узнал страшную нужду, ужасную. Он рожден повелевать, а его заставляли чему-то учиться в гимназии. Милонов, все высокое и все прекрасное основано на разнообразии и контрактах. Возьмем самые изящные сочетания в природе. И что мы видим? Суровый гранит и меланхолический плющ, несокрушимый дуб и нежную повелику. И теперь перед намешими глазами непоколебимая добродетель, житейская мудрость, укрепленная опытом в союзе с нежной молодой отраслью благородного питомника. Раиса Павловна, Алексей Сергеевич, желаю вам многолетней безмятежной жизни, на радость вам, на утешение ваших друзей и на пользу всего окрестного населения до самых отдаленных пределов. Ну, тут, значит, появляется несчастливцев. Тетушка, поздравляю, замуж выходите? Время, тетушка, время. Для вас очень хорошо и для родственников приятно. Это делает вам честь, а нам удовольствие. Я со своей стороны очень одобряю ваш союз. Ну, и впервые он представляет счастливцев, он же его привез как с милом лакея, ну, типа, что он варенин, но счастливцев так. Значит, знакомец, Геннадий Гурмышский представляется. Так, ну, тут, значит, заказывает он вина, там еще восьми братов околачивается этот негодяй, который, конечно, Гурмышскую видит насквозь. Значит, говорит, что вот эту тысячу рублей он отдает приданое Аксюше и произносит последний монолог. Значит, потому что его там все, конечно, оскорбляют. Значит, Гурмышская говорит Аксюше «Я очень рада, моя милая, что так устроилась, я готова способствовать твоему счастью, чем могу». А денег она ей не дает. «Я даже не откажусь быть твоей посаженной матери». Восьми братов тут же влезает. «Много вами благодарность». Уж у нас, сударыня, без вас дел не обойдется. Вы у нас на свадьбе пятьдесят процентов к преданному. Вот мы как вас ценим. А уж банкет я сделаю для вашей милости. Так месяца на два в городе разговоров хватит. Пущай, по крайности, знают. Тут все эти разговоры под шампанской. Буланов его говорит. Буланов, Гурмышевскому. «Вы, кажется, ехать собирались?» «Давно брать собираюсь?» «Так не пора ли вам?» И вот там этот конечный монолог, знаменитый, который очень любят читать и при поступлении в театральный, раньше любили поступление в театральный училищик и на всяких мероприятиях. «Аркадий, нас гонят?» И в самом деле, брат Аркадий, зачем мы зашли? Куда мы попали? В этот лес? В этот цирк, дремучий бор? Зачем мы, братец, спугнули сов и филинов? Что им мешать? Пусть их живут, как хочется. Тут все в порядке, братец, как в лесу быть следует. Старухи выходят замуж за гимназистов, молодые девушки топятся от горького житья у своих родных. Лес, братец! Кстати, в постановке Мейрхольда там и вся обстановка была, как будто они в лесу не дом помещичий, а лес. Гурмышская, комедиант, не счастливцы, комедиант? Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты вы. Мы, коли любим, так уж любим, коли не любим, так ссоримся или деремся. Коли помогаем, так уж последним трудовым грошом, а вы? Вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству, а что вы сделали, кого накормили, кого утешили? Вы тешите только самих себя, самих себя забавляете. Вы комедианты, шуты, а не мы. Когда у меня деньги, я кормлю за свой счет двух-трех таких мерзавцев, как Аркашка. Родная тетка потяготилась покормить меня два дня. Девушка бежит топиться, кто ее толкает в воду? Тетка. Кто спасает? Актер несчастливцев. Люди, люди, порождение крокодилов, ваши слезы вода, ваши сердца твердый гулат, поцелуи кинжалы в грудь львы, леопарды питают детей своих, хищные враны заботятся о птенцах. А она, она, это ли любовь, да любовь, да если б я мог быть гиеной, если б я мог остервенить против этого адского поколения всех кровожадных обитателей лесов. Это Шиллер, разбойники, монолог Карла Мора. Милонов, позвольте, это либерал наш, за эти слова ведь можно вас и к ответу. Буланов, да просто к становому, мы все свидетели. Несчастливцы вынимают книгу. Цензурованно, смотри, одобряется к представлению. Ах ты, злокачественный мужчина. Где ж тебе со мной разговаривать? Я чувствую, говорю, как Шиллер, а ты как подьячий. Ну, довольно, здорово, Аркашка. Прощайте, тетушка. О, люди, люди. Аркадий, мы с тобой попировали, пошумели, братец. Теперь опять за работу. Послушай, Карп, если приедет Тройка, ты вороти ее, братец, в город. Скажи, что господа пешком пошли. Руку, товарищи. И они уходят. Ну, в общем, эта пьеса, я надеюсь, навсегда останется в репертуаре, конечно. Я не стала этим заниматься, но можно взять «Вишневый сад» и «Лес», и там персонажи параллельно совершенно. то есть каждый из них вы понимаете, ну, поскольку я, так сказать, сама не до драматурга, еще пытаюсь писать чего-то, надо мной друзья смеются, говорят, ты не читаешь современную литературу, ты читаешь такую литературу, ну, под которую, ну, с которой трудно равняться. Ну, это понятно. Но всегда берешь сюжеты откуда-то, потому что сюжетов очень мало. Ограниченное число где-то вот бродячих сюжетов девятнадцать, четыре дополнительных, то есть в общей сложности где-то двадцать три сюжета всего. Вот, например, все эти сюжеты использованы у Перо в сказках знаменитых. Вот, например, «Кот в сапогах» и «Золушка» это один сюжет. Ну, и так далее. То есть они все блокируются по сюжетам. И, конечно, более поздние драматурги очень часто брали пьесы предшественников. Мы видим, что Шекспир вовсю питался новеллами Мотелл Банделла и не только. Кто сейчас помнит Мотелл Банделла, там Шекспира знают почти все практически грамотные люди, И Островский не зря он столько переводил и переделал итальянских, французских, испанских драматургов. Он, конечно, какие-то сюжеты брал и начинал студенческий год с того, что переносил французскую пьесу, только отдавал русские имена. То есть переносил на русскую сыну. А потом все больше и больше погружался в российскую действительность. Потому что гениальность автора не только в создании характера, хотя это важно, не только в блистательном языке, но и в том, какое отражение общества он нам показывает. Я часто своим студентам говорю, не читайте историков. Историки очень зависимые люди. Читайте великих писателей тому времени. Вы узнаете больше, чем от любого историка. Потому что литература учебник жизни избитая фраза. Но гениальная литература, она дает представление о своем времени, она дает такую широкую картину, которую вам никакая кинохроника не покажет. Так вот, в пьесах Островского мы сегодня говорили о театре. Театр – отражение общества того времени. Вот эти вот все тоже, значит, когда Аркашка-то отказывается представляться слугой Гурмышского, а Гурмышский чем ему грозит? Документы у тебя какие? Документишка-то у тебя паспорта никакого нет, а есть статья из губернских ведомостей. Такой-то, такой-то выступал в театре и играл очень плохо. Вот все твои документы. А без документов, как грозят незнамому, что вышлют его по этапу, как преступника, за то, что у него нет паспорта. И он говорит, да хоть в Камчатку, он отвечает. Поэтому в России всегда так было, чтобы избежать чрезмерного гнета, всегда бежали на Восток. Потому что там было поспокойнее и меньше лезли в свои дела. Свободу искали у нас всегда на Востоке. Так, ну, в общем, я так и хотела где-то поменять.